Всем доброго дня! С вами снова МЗАП. Сегодня расскажу и покажу вам историю, как мы становимся заложниками ситуации со старыми авто при ремонте. В каком смысле с заложниками? Все, в основном, автовладельцы, многие считают, что вот машина приехала, сейчас мне что-то там продуют, поменяют один агрегат и все будет хорошо. Но в целом, да, в целом, большей части это так и есть. Бывает 2-3 агрегата, которые мы уже знаем. Но иногда бывает так, что проблем в машине очень много, очень много. Когда они не следят за своей машиной, не хотят вкладываться, то есть мы видим даже из истории, что мы давали рекомендации 2 года назад, потом год назад и так далее. То есть ничего не делается. Непонятно, по каким причинам все это происходит. И вот один из случаев, в которых я попал именно в заложники. Не знаю, как выбраться. Стараюсь, сделаю все, что могу, но силы мои заканчиваются. У нас Гранд Старекс. Гранд Старекс. Какой год? Год. А год у нас, год у нас десятый. Пробег, заметьте, 500 тысяч. 500. Без малого. 500 тысяч пробега. Обращение. Во время движения на скорости, то есть стрелка, ну, то есть она греется и охлаждающую жидкость выкидывает в расширительный бачок. То есть, знаем, да, у нас идут газы, и антифриз выкидывает из системы, и она начинает греться. Приехал ко мне очередной мой подписчик, клиент. Вот, сделали диагностику, сделали опрессовку системы охлаждения. Да, увидели, что она выбрасывает газет. Визуально видно было, что здесь все в антифризе. Также при опрессовке мы смотрим, работает ли водяной насос, дает ли он нам давление. Нет, есть ли вообще в системе циркуляция. После чего у нас по факту, то есть был съем головки блока цилиндра. То есть газить неоткуда больше. Также, помимо этого, прежде чем сразу с владельцем обсудили, что с двигателя стоял просто ужасный грохот. Весь этот грохот стоял в головке блока цилиндров. Я сказал, что по работе, как бы мы, вот у нас есть условная цена, мы ее делаем, но запчасти могут выскочить как от 50, так же и до 100. Потому что очень громко работал двигатель. Сейчас покажу, почему. Да, хозяин сказал, что да, все. То есть, если что-то внутри нужно в головке блока цилиндров делать и сопутствующее, то есть все, что будет сниматься, меняйте, все. Все, на этом мы сошлись и начали делать. Смотрите, сейчас как работает двигатель у нас. То есть для Евро 4 он работает очень хорошо и очень мягко. Да, есть момент, тяги у него особо нету и не будет, потому что нужно менять датчик расхода воздуха. Клиент отказался. Также в рекомендациях у нас после ремонта головки блока цилиндров был карданный вал. Впереди крестовина разлетелась полностью и при включении драйва или задней мы слышим там сильный удар. Еще есть момент, наверное, все сталкивались, что в Гранд Старксе ломаются пружины передние, да? И вот здесь они, наверное, скоро сломаются и вылетят, и пробьют колесо. Смотрите как. То есть руль не крутится вообще. Прустит что-то там. Что-то, это пружины, вот. Оттуда вправо, вправо зайдем. Не знаю, по какой причине, но владелец отказывается. Он говорит, ничего, все нормально, не переживайте. То есть у меня все работало, все ездить. Дальше. Дальше. После того, как все переделали. Головку блока цилиндров опрессовали. Целая, она без трещинок, на свечах накала. Ее же шлифанули. Поменяли в ней клапана. Сейчас покажу клапана старые. Их разбило, то есть очень большая выработка в них. Седла в головке были хорошие. То есть головку полностью отремонтировали. Потели распредвалов с распредвалами осталось. Старая, слава богу, кулачки не разбила на них. По итогу, заменили мы в головке блока цилиндров гидрокомпенсаторы, все ракера. А потом, 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 сейчас скажу, клапана все сменили. Именно в головке сменили три ролика приводного ремня. Они очень сильно шумели. Сменили там фитинг. Ну вот, сейчас смотрите, давайте. А, ну вот здесь будет наглядно видно-то. Это просто металлолом здесь лежит. То есть ролики, которые просто как-то разваливаются. Вот. У нас они обычные, то есть их можно менять там. Вот такой стоял шланг фитинг. Вот здесь он должен был уже лопнуть. А при снятии мы его обязательно меняем. Штатные хомуты у нас вот такие. Они не делают таких вещей. Также, когда принимали машину и делали диагностику, чтобы присутствовал владелец. Ну и я сам, как правило, люблю, чтобы владелец присутствовал при диагностике, чтобы обсудить все нюансы и моменты. Это проще. Потому что это не столько... Не знаю, как сказать. Дело в том, что оттуда, если это проходит через приемку, получается сломанный телефон. И информация приходит не полностью, либо искаженная. Поэтому я считаю, что вот именно здесь по факту уже с владельцем сделать это быстрее, проще. И это будет все качественно. Спросив у него, менялась ли помпа, да, он ответил, помпа менялся, менялся термостат. То есть уже где-то в другом сервисе здесь меняли вискомусту, меняли помпу, меняли термостат. Но проблема не уходила. Не уходила и записались уже сюда к нам. Но я настоял и сказал, что буду термостат снимать. Снимать и проверять. Потому что вы, говорю, либо поставили его не тот, либо он у вас не оригинальный и открывается неправильно. Ну и что вы думаете? Я нисколько не ошибся, сняв термостат на Гранд Староксе с 8 по 11 год. Вот здесь температура открытия должна быть 82 градуса. Не 88. Это у нас Евро 5, Евро 6. То есть они уже открываются. Термостат заменили. Хотя этот я бы не искал, что он новый, какой-то зеленый. Непонятно. Или там антифриз такой был. Может быть и новый. Но, то есть по факту термостат стоял не тот. Клапана. То есть, да, 500 тысяч. Согласен, 500 тысяч, полмиллиона. То есть проблема у нас какая? У нас проблема вот здесь выработка. В основном впуск. И если видите, вот он край. То есть... То есть клапана провалились. Сразу было видно, что они утопли в головке. То есть в седла. А когда еще не сняли клапана, видно было, что они уже провалились. Вот. Здесь есть прям вообще такие экземпляры, что ужас. Вот он именно угол. То есть... Подшипники вот здесь за 500 тысяч. Просто огромный люфт. То есть игольчатый подшипник стоит. То есть болтается вот так. Смотрите, вот это гидрокомпенсатор. Вот. Он неразборный. То есть он не разбирается и чистить мыть его нельзя. Он с завода сделан так. Запрессован, завальцован. И все. То есть мы уже обговаривали в каком-то видео. Их осталось вот таких вот целых, которые не работают. Там пустые. Кстати, он должен быть жесткий. Я видел, что приходят машины и говорят, если типа он ходит, это рабочий. Нет, ребят. То есть он должен быть жесткий. И он... То есть мы поставили новые, заряженные уже с завода. И со временем, в течение получаса с помощью давления масла и усилия то есть он выставляет, регулирует свой задок. А увидел я здесь следующее. Меняли полностью фитинг. Вот. Вот такую картину. То есть вот, смотрите, они все развалились, разлетелись вот так. То есть я вот так их выдергивал кусками. То есть разбито и здесь, и там. То есть везде, везде, везде вот все. Прям просто. Ну, ладно, мы здесь все сделали, сменили. То есть работать идеально. Вообще просто супер. Вопросов нет. Теперь, вроде бы как, ну, собрали, погрели во дворе. Все прекрасно работает, все отлично. То есть термостат открылся, циркуляция есть, печка работает. Ну, вроде бы же все отлично. Антифриз не выкидывает. Отдаем клиенту, клиент возвращает, звонит и говорит, где-то там на скорости, на какой-то, то есть стало греться. Стрелка пошла на краску. Говорим, да, приезжайте, сейчас будем разбираться. Начинаем разбираться. Разбираться. В итоге оказывается, что вискомуфта работает вообще в другую сторону. То есть наоборот она. Вискомуфта, которая была установлена не нами и где-то, то есть у нее даже нет ни номера, ни цифры, ни буквы, никаких опознавательных знаков. То есть на холодную она гудит, как ужасная. То есть она должна там на холодную, прям два раза дали газу, дать шум и исчезнуть. Это гудит прям просто ужас. И когда приходит момент, уже после 80, там 90, 95 включится вискомуфте, ничего не происходит. То есть на холодную она работает, на горячую не работает. Смысл ее не знаю. Поменяли. Поменяли, ничего не меняется. Машина также греется. Циркуляция есть, все отлично. Машина греется. На вопрос, здесь же, когда радиаторы мылись или нет. Говорят, мылись. Все прекрасно, ничего не надо. Сам, сам, бесплатно разбираю, разбираю, снимаю радиаторы. И мы приложим видео туда, в этот ролик приложим видео, где мастер снимал, где было разобрано. И там было прям вот с палец грязи. То есть никто никогда там ничего не делал. Ну, это ничего. Знаете, мы моем радиаторы, чистим и думаем, ну вот все. Все, закончилось. Нет, не закончилось. После мойки радиаторов все помыли, почистили, не работает. Точно такая же история. Греется. Поменяли датчик температуры. Поменяли. Нет, не в нем. Поменяли пробку. Давления нет. Потом, уже после этого, стоял водяной насос. С фирмы Мондо. Но, смотрите, написано, видите, Мондо. Но я научен так, что хороший аналог, там, допустим, корейский, неважно ли что-то, да, или оригинал, они логотип свой, там, допустим, номер или что-то, они отливают на заводе. Он отлит. Все, что нарисовано и написано карандашом, у меня в практике, практика показывает, что это все не работает. То есть, это очень некачественная запчасть. Да, кому-то везет, кто-то ставит, все работает. Вот здесь у помпы забор. Вот здесь забор. То есть, зазор. Вот как раз вот здесь. Он должен быть очень маленький. Он вот на этой помпе очень большой. То есть, тут миллиметр, я бы, да, стоял. Может, побольше. Да, может, побольше, полтора. То есть, должно быть, чтобы она создавала давление, а не крутила просто так. Как это лучше. Да, это как насос. То есть, она прокручивает. Поставили бу-ушную оригинальную помпу. Снова стало лучше. Снова стало лучше. Но нет. Вроде бы как все равно греется, но проверить мы не смогли. Хотели отправить мастера прокатиться. Все, вроде бы все идеально. Ровно там 83 градуса по диагностике показывает, открывается термостат, включается полный круг. Все идеально. Работает, то есть, передняя печка. А, кстати, радиатор заднего отопителя. Все знаете, да, забивается. И здесь шланги холодные. Он забит, видимо, вообще полностью. Подняв историю этого автомобиля, по словам клиента, который говорит, мы обслуживались только у вас. И вы всегда нам сделали хорошо и все отлично. Мы смотрим историю. Здесь когда-то пошла эмульсия. Это у нас теплообменник. Его переуплотняли. И после этого, там, два или три раза машина была в сервисе для промывки систем охлаждения. Поэтому ничего удивительного нету, что задний радиатор забился. То есть, он не работает. Ну, по сути, он нам для того, чтобы перегрева, он нам не нужен. То есть, да, если он будет работать, будет лучше. Но, по факту, дело в том, что у нас там внизу стоит трубка, которая разводит на задний и передний контур. Если задний у нас заглушен или, допустим, забит, неважно. Он работает также по этому кругу. Почему мы не можем ее проверить после того, как я внес сюда новые изменения? Дело в том, что вчера пропали тормоза на машине. То есть, я засовывал руку там в печки, сзади отопителю, и тормоза резко исчезли. Но, думаю, сегодня полезу и проверю. Наверное, задел муфту, там такая, знаете, вот такая муфточка есть между трубкой и вакуумным насосом. Вот так. Я залазил, снимаю ее. Бывает, что она разбухает от масла. Снимаю ее. Все, здесь даже стяжечки поставил. Нет, не работает. Поменял клапан вакуумного насоса. Залез второй раз. Не работает. Залез третий раз. Поставил новую муфту. Все, шланг. Нет, вакуумный насос просто взял и развалился. Провел полностью диагностику. И выяснилось, что вакуумный насос просто развалился. И все. И теперь я в тупике. Мы должны где-то взять насос, потому что у людей все работало. И поставить туда, не знаю, новый. Слава богу, мы нашли бэушный рабочий насос. Вакуумный сейчас я его буду менять. Я уже там сегодня был два раза. То есть уже потерял два часа. Поставим другой бэушный вакуумный насос и будем. Сегодня автомобиль здесь же утром при диагностике начинает плохо заводиться. Вчера он заводился идеально. Но я его диагностировал. Я проверял. Резко перестает. А потом в итоге не заводится вообще. Очень-очень плохо. Что делаю? Беру, пытаюсь подкачать подкачкой ручной. Вроде бы там что-то не так. Делаю тест на обратку. Вижу, что топливные форсунки в порядке. В обратку не сливают. Но по трубочкам идет воздух. Снимаю подкачку. Снимаю все. Проверяю. Обогрев не сгорел ли обогрев. Снимаю датчик воды. Проверяю кольцо уплотнительный. Проверяю саму грушу. То есть подкачку. Все проверяю. Вставлю. Все работает. Не накачивается топливо. Беру вакуумом. Начинаю засасывать. И выясняется, что датчик температуры, который на приборке показывает, что у нас треть бака, говорит о том, что в баке ничего нет. По итогу заливаем 10 литров топлива. Сейчас показывает пол бака. Заливаем дизель. Все прекрасно закачивается. Все работает. То есть 2,5 часа просто в трубу. Сегодня я выкинул из-за этого. Все прошло полностью. А оказывается, датчик уровня топлива в баке не работает. То есть он показывает неправильно. Непонятно, чем это все закончится. Короче, вот сейчас я туда полезу. Уже за сегодняшний день полезу в третий раз. Я мучился с трубкой. Потому что вакуумный насос вот так по щелчку не отказывает. У меня нет такого практики. Поэтому я стал смотреть утечку трубочки. И вот, кстати, смотрите, простой способ, когда это все нормально. То есть если там у нас трубочки непорядки или что-то еще, втыкаем в вакууметр. Заводим. Во-первых, смотрим, как набирает вакуум. Во-вторых, глушим и смотрим, если стрелка падает, значит где-то есть утечка. То есть причиной утечки у нас могут быть трубка, муфта, клапан, шланг, который на вакуумный усилитель идет. Сам вакуумный усилитель не может быть, потому что вот здесь в шланге стоит клапан обратно. То есть если этот клапан работает, то вакуумный усилитель ничего не покажет. Ну вот, видите, то есть набрать он должен моментально, прям сразу набрать должен, а он еле-еле-еле набирает. Даешь газу, чувствуется, что становится лучше. Педаль тормоза. Сейчас педаль тормоза со второго качка уже дубовая. Вот, и вот стрелочка пошла. Должна стоять сейчас у нас на одном месте. Причиной является сам вакуумный насос пропускает. То есть, чтобы выяснить, что это вакуумный насос, я тоже потерял достаточно времени, помучился. Теперь я туда сейчас жабо стеклоочистители сейчас буду разбирать. Второй раз сегодня уже разбирать буду опять. Разберу. Если знаешь и умеешь, как меняется вакуумный насос и какой последовательности. Если есть желание, можно сменить за 15-20 минут. Но у меня нет уже ни сил, ни желания, если честно. Сейчас, то есть, меняем вакуумный насос, пытаемся все это привести в порядок, чтобы мастер смог проехать и протестировать дальнейшие действия. Видео. Данное видео мы сняли о своей проблеме неспроста. Дело в том, что собственник, хозяин, если что-то с машиной пошло не так, мы объясняем, что здесь еще ряд проблем каких-то. Но там на все форумы, на все сайты идет град просто плохих отзывов, каких-то писем непонятно. То есть, всем они прям сыпятся, что вы плохие, вы сняли наши новые запчасти, поставили туда старые, все сломали, нас обманываете и все. То есть, не знаю, чем закончится вся эта история, но вот неделю я уже неделю, то есть, периодически к ней подхожу. Я не могу делать постоянно ее. Все вы знаете, те, кто приезжали, что идет запись, и вот вечером, там, утром, утром с 7 до 9 я с ней ковыряюсь, вечером до 10. И самое, наверное, главное, меня вводит во все такой непонятки. Дело в том, что если каждый из вас разберет эту машину и выкинет ее, просто высыпет в одно ведро, то завтра я приду и смогу собрать ее. То есть, я наизусть знаю машину, но она меня ставит в тупик. Почему так происходит? Так происходит, когда неправильно дают информацию. Очень много причин, потому что запчасти неоригинальные, некачественные, не работают неправильно, либо не работают вообще. Большой пробег, он уже убивает все. Опять же, как она обслуживала все эти 500 тысяч машины. Мучаемся и, опять же, сказать людям, да, они правы, вы приехали, вы приехали, у вас все работало. И то, что сломалось у нас здесь, объяснить вам очень сложно. То есть, да, и мы идем на уступки, то есть, мы теряем время, находим какие-то запчасти, то есть, ставим, устанавливаем. Да, все делаем для вас. Ну, вот, в принципе, как-то так. Если у этой истории будет хэппи-энд, то мы обязательно вам снимем. Все, всем пока. До новых встреч.